Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Аня и сегодня хочу продолжить парфюмерную тему и рассказать вам о своих ароматах, которые я заказывала на сайте OLX. Сегодня у нас существенно похолодало, я прибежала с родительского собрания и почувствовала большое вдохновение, чтобы записать для вас видео. Давно я уже готовилась к этому видео, но что-то как-то не получалось. Сегодня я почувствовала, что именно сегодня этот день. Сегодня в видео будет присутствовать три аромата, которые я приобрела. Наверное, скорее всего, не самые первые. Самые первые были совсем другие ароматы, но сегодня я хочу рассказать именно о них. Начнем мы с аромата, который я приобрела в малюсеньком количестве уже. Это такой минимальный остаток во флаконе, который я не могла нигде уже найти. Вот этот аромат. Этот аромат называется у нас Omnia Green Jade от Булгари. Давно этот аромат был у меня уже в атлеванте 1 мл. И в то время я только начинала знакомиться с парфюмерным миром, и я почувствовала, что это неплохой аромат, и отложила его в свою коробочку с атлевантами в надежде, то ли еще будет, то ли я что еще такое услышу, узнаю, и как доберусь сейчас до этой люксовой всей парфюмерии, как найду что-то там великое, эксклюзивное, чудесное, запоминающееся. В общем, я отложила его в сторонку и не обращала на него долгое время внимания. Но недавно я услышала об этом аромате, даже не о нем, но немножко намекнули об этом аромате в одном видео. Я смотрела видео Алисы из Техаса. Это один из самых моих любимых блогеров, которого я обожаю смотреть. Она рассказывала о схожести одного аромата с этим ароматом, и она напомнила мне о нем. Я быстренько залезла в свои запасы, попробовала и вспомнила, какой же он красивый и захотела его иметь. Но не тут-то было, потому что этот аромат давным-давно сняли с производства. Я начала искать его на разных сайтах. Я начала искать его на сайтах распива парфюмерии, чтобы купить остаток во флаконе, но это было просто нереально, потому что у нас его распродают только сам парфюм в Атлевант, но без флакона. Но я решила и задалась целью все-таки приобрести где-то хоть чуть-чуть, но во флаконе, потому что аромат сняли, и хочется иметь его не в Атлеванте, а все-таки в оригинальном флаконе. Очень много на него подделок на том же Уэлэксе. На каждом шагу предлагаются оригинальные парфюмы-тестеры, и этот аромат также предлагается в наличии, то есть он у них есть. Ну и любителям, и ценителям, и знающим более-менее людям в парфюмерии сразу становится понятно, какие же это оригинальные парфюмы, и тестеры оригинальных парфюмов продаются у этих людей. Этого парфюма просто невозможно у нас нигде найти. В полноразмерном флаконе, чтобы купить его на парфюмерном сайте, например, или в магазине его, просто уже вы не найдете. Вот, приходится искать, чтобы купить его с рук. И, не знаю, после долгих моих поисков на Уэлэкс засветилось вот это объявление, где девушка продавала всего лишь 15 мл из большого флакона 65 мл. Я, наверное, самая первая ей позвонила или написала, уже дочать не помню, и купила этот аромат у нее. Он стоил, ну, просто совсем-совсем недорого. Она просила за этот маленький остаточек, но он не хотел быстро попадать ко мне в руки, и этот парфюм заблудился в пересылке. Он шел ко мне где-то приблизительно 3 недели. Я его ждала, но, тем не менее, дождалась. Все закончилось счастливым образом, и я, конечно, очень рада и счастлива. Как только я его получила и нанесла себе его на руку, была очень теплая погода, я уже ходила в футболке, и я заметила, как прекрасно он чувствуется именно на разогретой, теплой коже в такую, ну, практически жаркую погоду. И решила для себя, что, конечно же, этот аромат предназначен, скорее всего, для лета. Для лета, потому что, а, возможно, у меня просто кожа холодная. Вот сегодня я на себя его нанесла. Это уже совсем не то, или практически не то, что было в ту погоду, в то время, когда я его получила. То есть я уверена, что я буду носить его только в теплую погоду летом, практически в жару. Что могу сказать об этом аромате? Это у нас аромат, выпущенный в 2009 году, парфюмер Альберто Морелас. Мне кажется, он практически все омнии сделал для Булгарии. Я не хочу сейчас что-то вам такое напридумывать здесь, но во многих ароматах я встречала именно этого автора. Значит, в верхних нотах у нас мандарин и зеленые ноты, в средних нотах пион, жасмин и цветок груши, в базовых нотах фисташки, древесные ноты и мускус. Очень красивый аромат. На старте очень яркие цитрусы, довольно-таки зеленый, красивый аромат, яркий, такой сочный. И очень быстро он степлеет, он становится более цветочным, мягким, таким пушистым и запудривается красивейшим образом. Фисташки, которые здесь присутствуют, например, я не чувствую, потому что я фисташек много переела на своем веку, но именно фисташковой яркой ноты я здесь не слышу. Я слышу здесь просто какой-то немножко отдаленный ореховый такой подтекст, который делает немножко такой, этот аромат, немножко таким сливочно-жирновато-ореховым. Немножечко, чуть-чуть. Этот аромат я читала, что похож, чем-то похож на аромат от Прады Ирис, который я недавно совсем показывала в своем обзоре. Да, могу сказать, что эти ароматы похожи. Здесь, конечно, нет ириса, но вот эти цитрусы зеленые с зеленью на старте очень напоминают. Ну и запудривается также аромат, только этот аромат такой более орехово-сладковатый. Мне так кажется. И именно чуть-чуть, слегка сладковатый. Он не сладкий. Но, тем не менее, эта сладковатость дает ему большую такую, какую-то тонность и повышенную женственность. Мне так кажется, и так я это чувствую. Красивейший аромат. Сожалею очень о том, что его сняли. Сейчас я, скорее всего, запаслась бы флаконом. Купила бы себе обязательно флакон, если бы их еще выпускали. На ebay они встречаются. Я видела объявление о продаже этого аромата, но цена там заоблачная. Там 100 евро может стоить флакон, 150 евро флакон. Смотря сколько во флаконе, смотря какой объем. Но, в принципе, купить можно. Из-за границы тоже привозят. Где-то приблизительно стоит около 100 евро флакон. Если слишком мне сильно припечет и сильно захочется, возможно, я когда-нибудь разживусь на такой флакончик. Но аромат бесподобный. К сожалению, уже снятый. Чудесный ароматик. 15 мл у меня в нем. С одной стороны, мало. С другой стороны, я знаю, что 15 мл хватает на долгое время пользования. Следующий, красивейший аромат, который мне удалось отхватить на сайте OLX. Это аромат от Азара. Называется он... Называется он Визит. Забыла, девчонки. Это у нас тестер. Оригинальный тестер. Здесь это все написано. Здесь у нас на флаконе выгравированы цифры. То есть никаких у меня сомнений в том, что флакон оригинальный нет. Ну, я не знаю, подделывали ли когда-то этот бренд Азара. Или не подделывали. Ой, какая же это красота. С этим ароматом я тоже знакома уже давно. Ну, и опять же я дождалась, что его сняли. Было время, когда я наблюдала за деятельностью одного блогера, одна девушка. Это было 2 года назад, наверное, скорее всего. Она очень талантливо описывала ароматы, очень профессионально и грамотно. Можно было заслушиваться ее речью, ее описаниями ароматов, ее образностью. В общем, талантливый в этом деле человек. Не знаю, записывает ли она до сих пор видео, потому что было время, когда она перестала записывать видео. Но об этом аромате я услышала. Она очень рекомендовала к знакомству. Я обязательно же, конечно же, заказала себе отливантик. И этот отливантик я попробовала. Он мне понравился. Но я также отложила его в дальний ящик. И теперь мне загорелось приобрести флакон. Конечно же, я начала искать по сайтам. Его тоже сняли. И пришлось мне искать его на OLX. И это какое-то чудо. И его я там нашла фактически. В таком приличном объеме. Здесь изначально было 75 мл. Это парфюмерная вода у нас. Ну, здесь приблизительно 40, я так думаю. По приятной цене. На ebay он тоже стоит, тоже вот 100 евро, по-моему, такой флакон. Здесь уже болтается крышечка. Понятное дело, что этим флаконом усиленно пользовались. И почему-то только полфлакона использованы. Да потому, что это очень насыщенный, яркий аромат. Этот аромат просто обалденный. Я настолько довольна, что я его себе приобрела, что отхватила все-таки его в последний момент. И если бы его пускали и дальше, я скорее всего думаю, что это был бы один из моих фаворитов. Фаворитов наравне с Omnia Green Jade. Это были бы постоянные парфюмы в моей коллекции. Ну, в коллекции, громко сказано. Потому что аромат очень красивый. Это, опять же, пудровый аромат. Тоже мое любимое направление в парфюмерии. Здесь красивейшая, такая тягучая, немного сладковатая, вишневая пудра. Очень красивая. Здесь чувствуется какая-то или вишневая косточка, или миндаль немножко чувствуется. Он немножко терпковатый. Сладость здесь не за счет ванили, а за счет бобов тонка, за счет бензоина. Вот такой он сладковатый, приятный, окутывающий, чарующий, супер женственный, супер сексуальный парфюм. Это я говорю с полной уверенностью, потому что мне он кажется настолько привлекательным ароматом, ароматом вечера с любимым человеком. Не аромата шумных вечеринок и празднеств, а аромат именно для пары. Настолько он сразу намекает мне на что-то, не знаю, настолько он для меня именно какой-то будоражащий, настраивающий на определенный лад, что не могу вам просто описать. Его хочется постоянно нюхать, обладает каким-то таким наркотическим эффектом. Даже с флакона его приятно постоянно вот так подносить к носу и ощущать этот прекрасный, сладковатый, вишневый, такой теплый, окутывающий, мягкий аромат. Красивейшая пудра. Тут, кстати, присутствует еще перец. Он подает такую согревательность этому аромату. Эффект согревающий у него появляется. Сложная композиция. Тоже я чувствую его лучше и красивее на теплой, разогретой коже, так как у меня кожа холодная. Вот сейчас, когда мне прохладно, я нанесла и омнию нанесла на руку, и этот аромат я нанесла на руку, и они не показывают и половины того, что они показывают на теплой коже. Или в помещении это должно быть, когда вам не холодно, то есть на улицу в холод зимой я бы его не надевала, потому что он не раскроется настолько красиво, мне кажется, как он может в тепле прекрасный аромат, красивейший. Для меня какой-то такой он чарующий дурман. Такая сладостная нега. Не рассказала о нем абсолютно какой-то полезной информации. Постараюсь вам сейчас что-то зачитать. Он у нас вышел в 2004 году. Создан Дометиль Мишалон и Оливье Польжи. В верхних нотах Птидгрейн и Перец, ноты сердца индийский жасмин, кедр из Вирджинии, благородные породы дерева и роза, ноты базы тонко-бобы, амбра, мускус и бензоин. Действительно чувствуется здесь и амбра. Аромат тягучий, аромат сладостный, абсолютно прекрасный. Очень довольная своим приобретением. Да, не новый флакон, да, уже кто-то им до меня пользовался, но это все-таки лучше, чем от Левант. Намного лучше, потому что, ну, потому что все-таки держишь в руках полноценный флакон парфюма. И, кстати, флакон мне тоже очень нравится. Этот красный цвет, конечно, тоже очень-очень даже сигнализирует нам о том, что здесь что-то такое супер женственное, налита, которым можно пользоваться в определенные моменты. Ну, в общем, прекраснейший аромат, довольно как слон. Его не хватало в моей коллекции. Это достойный представитель моей, так сказать, парфюмерной коллекции. Ну и последний, так сказать, трофей с сайта OLX это желанный мной и недавно опробованный в парфюмерном магазине аромат, о котором я кое-что уже говорила в своем видео о парфюмерных затестах. Вот этот аромат, который я очень-очень хотела. Нарцисса Родригес Нарцисса в молочном кубике, который я купила в таком уже довольно-таки потрепанном флакончике. Ну и здесь большое количество еще аромата. Здесь первоначально было у нас 50 мл. Оригинальный флакон, никаких сомнений быть не может. Здесь выгравирована у нас на донышке вся информация об этом парфюме. изображение, то есть буковки уже потрепанные, скорее всего, его носили в сумке и пользовались активно этим ароматом. Значит, здесь приблизительно 30 мл. этого аромата достаточно много, мне кажется, и была очень приятная на него цена. Аромат просто волшебный, великолепный. тоже мое любимое направление. Я люблю как пудровые, так и кремовые ароматы. Это чудеснейший, приятнейший, сливочный, красивый аромат. Он у нас выпущен в 2014 году. Древесно-мускусный аромат. Сюда входит у нас мускус, гордения, роза, кедр и ветивер. Здесь для меня сочетание двух противоположностей. Много чего есть здесь супер женственного и также есть мужские ноты, которые уравновешивают эту супер женственность. Он очень сливочный благодаря красивейшей ноте гордении, цветка гордении. Сливочно-такой пломбирно, немножко сладковатый. Для меня он не слишком сладкий. Здесь все в нем так, как мне нравится, в таких пропорциях, как я люблю. И вот эти мужские нотки, немножко ветивер и кедр, они добавляют какой-то своеобразной изюминки этому аромату. Здесь красивейший мускус, как и практически во всех ароматах Нарцисса Родригеса. Я, конечно, все еще не пробовала, но те, что я пробовала, есть красивый у него все-таки мускус, авторская, такая у него нота. Очень качественная, сбалансированная, выверенная, талантливо собранная композиция с огромным шлейфом и шикарной стойкостью. А если вы этот аромат нанесли, то вы не будете думать о том, что вам его нужно обновить, потому что очень хорошо он чувствуется, несмотря на то, что это как бы кремовый, нюдовый, возможно, заявленный как нюдовый телесный аромат, аромат, но это совсем другая ситуация. Он разбивает все мои предыдущие знания о том, что кремовый и пудровый аромат должен сидеть близко коже, не иметь практически никакого шлейфа, стойкость, конечно, может быть, но вот шлейфа и излучение аромат не должен иметь кремовый и пудровый. Этот аромат это совсем другое дело. Он шлейфит прекрасно, прекрасно держится, на коже держится чудесно, на одежде вообще до самой стирки, поэтому бесподобный, качественный, роскошный аромат, который я советую к ознакомлению еще тем, которые, возможно, не познакомились, потому что вот я, несмотря на то, что аромат уже довольно-таки давно вышел, я не обращала на него никакого внимания, мне девочки подсказали послушать этот аромат, потому что перед этим от Нарцисса Родригеса я пробовала два или три аромата, которые меня почему-то абсолютно не тронули и не захотелось мне их приобрести. Тут же я попробовала совсем недавно, возможно, месяц назад этот аромат и загорелась покупка, я захотела его себе купить. К счастью, это случилось и он у меня. Я пробовала еще в этой линейке пудре, версию пудре, вот она мне показалась более такой простой, более такой даже плосковатой немножко, просто какая-то такая сладковатая, почулистая немножко пудра, хотя тоже красивая, но все-таки этот аромат на первом месте. Сейчас вышел красненький ароматик, говорят, тоже очень красивый аромат, но еще у меня не было возможности познакомиться, сейчас я в полном восторге от этого аромата. Очень рада, что мне повезло его приобрести и в таком еще и большом объеме. В следующем видео, девчонки, расскажу вам еще о своих некоторых ароматах, которые я прикупила на OLX. Я, конечно, безумно довольна, что есть такая возможность, хотя был у меня неудачный один опыт покупки на этом сайте, но бывает, что встречаемся мы с непорядочными людьми, никуда от этого не деться, конечно, но в общей массе своей в основном нормальные люди что-то там продают, свое, что им не подошло, что им уже надоело, и можно найти там что-то для себя мега интересное. Все, девчонки, заканчиваю свое видео, увидимся в следующих видео, всех целую, обнимаю, пока.